75 дней у власти. Отмечая этот рубеж, Дональд Трамп организовал программное выступление перед американскими профсоюзами. О чем говорил, Дмитрий Анопченко расскажет. В условиях, когда все только и делают, что его критикуют, Дональду Трампу очень нужен был повод для победной речи. И аудитория, которая примет его аплодисментами. 75, а затем и первые 100 дней в Белом доме, тут считают событиями этапными. Когда еще не до результатов, но приоритеты обязательно должны быть расставлены. И новый хозяин Белого дома сделал это на встрече с профсоюзами. Ключевой приоритет Трамп и озвучил в своем выступлении. Новая команда сосредоточится на проблемах Америки и только. Я не президент всего мира, я всего лишь президент Соединенных Штатов. Сказал Дональд Трамп, очень четко давая понять, чего ждать от его администрации. Мы верим только в два простых правила. Покупай американское и нанимай американцев. Вот как теперь будет. И это не лозунг, это обещание, уж поверьте мне. Трамп назвал и две вещи, которые он считает главными итогами этих 75 дней при власти. Во-первых, уверен, что его миграционная политика оказалась верной. Мол, поток нерегалов страны удалось остановить. Это подтверждает и статистика. Если в декабре прошлого года, в последний месяц президентства Обамы на границе задержали 43 тысячи человек, то с приходом Трампа 30 тысяч арестованных в январе, 18 тысяч в феврале, 12 с половиной в марте, новая команда уверена, что иммигранты теперь просто опасаются переходить границу нелегально. Вторым важным результатом Трамп считает успехи в экономике. Мол, всего за 75 дней страна сэкономила 10 миллиардов долларов. Только за счет того, что он отменил указы, принятые Обамой. 11 указов об этом уже подписаны. Еще два Трамп подпишет в ближайшие дни. А еще новая администрация утверждает, что при предшественниках было принято свыше 600 популистских законов, которые обошлись налогоплательщикам в 7 миллиардов долларов. Их тоже планируют.